Следственный комитет возбудил уголовное дело после межнациональной драки в общежитии Тихоокеанского госуниверситета. Здесь группа студентов-мигрантов устроила разборки с двумя русскими молодыми людьми из-за девушки. Силы были совсем неравными. Местные третьекурсники, не отличавшиеся дюжим телосложением, получили весьма заметные побои. Силовики в ответ задержали 27 приезжих из Таджикистана, троим предъявлены обвинения. Студенты, которые проживают в общежитии, рассказали, что побоище произошло на третьем этаже в коридоре. Началось все с того, что один из числа приезжих навязчиво писал девушке со второго курса непристойные вещи. Она не знала, что делать и рассказала обо всем своему молодому человеку. Он и стал одним из пострадавших. Они подошли вежливо с другом, попросили так больше не делать. Вдвоем они подходили. И нерусские граждане начали собираться вместе. Их около 20 человек было. И произошла драка. Сильно там пострадали? Ну, они сняли побои вообще. Да, хорошо. Одного глаз залит кровью. Девушки рассказали, что это не первый случай, когда обучающиеся здесь мигранты проявляли слишком навязчивое внимание к местным студенткам. Однако ничего подобного здесь раньше не случалось. В этом ЧП Следственный комитет усмотрел проявление опасного явления. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство по мотивам национальной ненависти». По версии следствия, 28 ноября 2023 года в вечернее время в общежитии Тихоокеанского государственного университета в городе Хабаровске трое студентов, являющихся уроженцами Таджикистана, грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум российским студентам. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте. Выясняется и законность пребывания этих мигрантов на территории России. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Манина и Андрей Алферов.